От солнечной поляны до каменной чаши под легкий шелест осенних листьев в нашем регионе открылся новый пешеходный маршрут, о котором жители области давно мечтали. Эко-тропу храм природы обновили и благоустроили. Здесь появилась большая парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, арт-объекты, лаунж-зоны с качелями и гамаками и многое другое для комфорта туристов. Маршрут ведет к святому источнику, который ассоциируется у нас с именем святитель Николая Чудотворца, напомню, что это покровитель всех путешественников. Я надеюсь, что цифра в 7,5 тысяч посетителей, которые мы имели до настоящего времени, это количество посетителей, а старые эко-тропы в своем новом облике значительно вырастет и уже в новом сезоне мы получим значительно большую цифру. Эко-тропа ведет к каменной чаше, месту слияния каменного оврага и оврага-колоды. Живописное урочище полностью просло лиственными лесами и реликтовыми сосновыми барами. На высоте 150 метров бьет родник с целебной водой. Все желающие могут окунуться в купель. Заповедник ежегодно привлекает множество туристов не только из Самарской области, но и из других регионов нашей страны. Протяженность благоустроенной тропы около двух километров. Маршрут достаточно сложен в плане физического прохождения, но он стал значительно комфортнее. Дело в том, что крутые склоны перевала были оборудованы маршевым лестничным пролетом, благодаря которому подниматься и спускаться с перевала стало теперь безопасно и комфортно. Обновленный объект уже по достоинству оценили жители Самары и области. Все делается для народа, для людей. Шел по тропке, природа красивая, скамеечка, отдохнул, посидел, полюбовался. В этом уединенном уголке в 1968 году впервые собрались друзья Валерия Грушина и положили начало знаменитому фестивалю авторской песни. В 1997 году родник был освящен и назван в честь святителя Николая Угодника. Сейчас уникальный Никольский источник известен не только жителям Самарской области, но и далеко за пределами нашей губернии. Ольга Павлова, Константин Головин. События.